и сейчас я буду подниматься и вот я еду по калифорнийской пустыне и вот такая тоже калифорния вся выжжена пустыня 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 и вот там какой-то то ли смог какой-то то ли что то ли туман ну туман откуда сейчас может быть такой же в такой жарюки нет это по всей видимости результаты пожаров и вот слева и справа пустыни вообще ничего вообще никого и здесь какие-то домишки кто-то здесь проживает все это все что есть в этой местности так знака стопа нет нет дороги как видите побитые покоцаны это калифорния вот опять же там люди живут какое-то хозяйство ведут и куда глаз не попадет везде пустыня выжжена пустыня turn right on to the california 58 west ramp окей это по пятьдесят восьмой трассе поеду вернее по пятьдесят восьмой трассе continue on california 58 west for 32 miles короче говоря и вот там я смотрю есть зеленые поля но по всей видимости требует дополнительной какой-то хорошей поливки чтобы такая зеленая была растительность а все остальное желтая выжженная и такая есть калифорния поехали какой-то прям дымка дымка такая конкретная дымка это не деревья это растут колючие колючие как они называются как в аризоне кактусы вот видите вот это вот это не деревья опять вот это вот это все кактусы обалденные громадные кактусы высоченные и вот еще один стоит развивается и пустыня пустыня еду 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 и так калифорнийские горы приближаемся по типу тут уже вроде как почище стало не было с той стороны все равно у нас все как будто в тумане а здесь вроде как получше ну и че мы тормозим и че мы тормозим дяденька давай ну давай уже господи это же скоростная трасса давай 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 поехали по горным лабиринтом даже не знаю где сейчас я еду какой-то бэксфилд бэксфилд будет через где-то через час бэксфилд или не могу точно сказать солнце в глаза светит так 75 мильч можно и побыстрее машинка идет плавненько плавненько как в масле катается вот красавица она уже меняется немножко ландшафт уже появилась зелень потому что там была пустыня пустыня вот опять какие громадные деревья стоят кактусы кактусы уже побольше зелени какие-то пустыня ну и че ты дяденька страшно тебе? да нет вроде не страшно камера он ровнут вон и какая гора вон уже стоят ветряки эти ветряки которые вырабатывают электроэнергию благодаря ветру это 58 трасса я не поехала по 15 потому что там нужно было дольше не хочу это вроде как покороче гораздо короче можно сказать вот я не помню мы по этой дороге с Наташей ездили либо не были либо по 15 когда мы в ней мотались в Лас-Вегас и и ну какая же она красивая господа какая же она красивая это гаран вон там тоже ветряки работают на Гранд Каньон так я побуду у Наташи несколько дней и мы с ней рванем уж не знаю куда рванем наверное туда в сторону ее семипарк может быть посмотрим посмотрим какая там погода посмотрим определимся куда-то мы с ней ну на пару дней точно рванем на моей машине а даст Бог так и на дольше Сент Каньон вот височный конечно солнце мне с той стороны живописная дорога конечно вот у меня показывает 94 градуса по паренгету только что было 100 так дорога сужается тут надо поаккуратней 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 чуть помедленнее чуть помедленнее так да ладно чего ты пипиковишь ремонт дороги понятное дело 70 миль в час это 110-115 км макдональдс макдональдс я сейчас себе мороженку куплю еще один лавс опять для собачек вот сделано специально прогулочное местечко я обратила внимание что кто-то разбил выбросил арбуз и он с семечками я никогда здесь не видел арбуза с семечками их просто не бывает у меня такое ощущение что кто-то привел с собой откуда-то из Азбекистана и здесь и здесь его таким образом почему-то разбил и так тут цена бензина 3 доллара сейчас я еду поближе к Наташе там 2.45 мне придется где-то пол бака заправить вот я приехала 3.500 миль вот я машину свою не мыла 3.500 миль это 5000 км я проехала и она у меня почти чистая посмотрите какая гарь стоит еще вот над горами или над горами вот как будто туман но туман быть не может никак в это время дня 4 часа дня и вот мне даже кажется что пахнет немножко гарью мне осталось я уже давно в Калифорнии мне осталось буквально часа 3 доехать до Наташи да конечно чувствуется последствия последствия пожаров но сейчас вроде бы уже все уже ничего не горит я надеюсь во всяком случае что уже не горит но опять же в любой момент может вспыхнуть потому что сухомятина, сухостой абсолютный сухостой ни грамма дождя я посмотрела по прогнозу погоды в течении месяца не будет ни капли дождя тут дождь бывает только 3 дня в году в Калифорнии и то в зимний месяц как растут эти деревья неизвестно чем они питаются где они берут себе воду ну ладно 35 а у меня 75 вон оно прямо ощущение как будто бы дым стоит может быть это и есть еще дым может быть пожары притушили но они все равно как сказать дымятся интересно конечно я посмотрела загрязнение воздуха достаточно сильно еще здесь там дымка прямо дымка дымка особенно там дымка тут спереди то же самое едва едва что-то верно так мне еще по этой трассе 36 миль я еду на запад и потом я буду подниматься на уже направо и буду подниматься на север вот вот пожалуйста пожалуйста кто хочет меня поднять пожалуйста welcome я ж не против еще дорога такая походзана походзаная походзаная на все горни видимо продолжают эти мустарники которые горели потому что откуда еще такая дымка походзаная 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 сзади вообще ничего не видно так показывает 86 за бортом по баренгейту мы уже почти 5 часов вечера и разогналась тут все и разогналась и вот смотрю Видимо, север Калифорнии и Орегона. Кстати, есть предположение, что это были подсчеты. Только с какой целью? Странно очень. Ребятники, это никак не может быть туманом. Потому что туман может быть либо при холодной погоде, либо утром, когда, опять же, когда прохладно. А сейчас уже на улице четкая такая, сухость стоит. Резкий поворот. И косо, чтобы не пришлось любимо и плакать. Крепче за воду. Держи еще. Держи еще. Киньи. Через одну милюбку киньи. И все. Вот сейчас я немножко погащу у Наташи. Мы куда-то с ней покатаемся. И потом я уже беру дорогу назад. Заезжаю. В Лос-Анджелес не хочу. В Сан-Диего поплаваю с котиками, с морскими. И по югу уже поеду домой. По самому-по самому по югу буду ехать домой. Да, хороший, конечно, спуск. Я даже не заметила, как я так высоко поднялась. А ладно тебе ищи еще. Сейчас мне чашечку с кофе покажет. У меня машина умная. Когда я наезжаю вот на эти перекрестные линии, она мне потом посвечивается. Чашка с кофе дымящаяся. Типа, тебе надо отдохнуть. И она не уходит. Бакарсфилд. Бакарсфилд ход. Я через него буду проезжать. Как же долго мы будем спускаться, ребята. Ничего себе. Сори, я тебя не заметила. Я тебя не пропустила, дядя. Извини. Ну, видимо, такие уже. Те, кто здесь живут. Потому что у меня 70 миллионов. Поехало 785. По таким, конечно. По завитушкам. По таким. Я тоже могу, но лучше не рисковать. Там вообще не видно за горами что-то. Горы, либо не горы. Там дополнительные крепты. Серое небо. Завешено какой-то пеленой дымом. Как хорошо, что машина показывает, сколько миль мне осталось до заправки. То есть, сколько у меня осталось бензина, на сколько миль. Очень удобно. Вот мне пока за 96 миль мне осталось проехать на этом бензине. Я мало заправилась. Тут, кстати, бензин был 2,80. А сейчас я еду, там будет 2,45. Поэтому я не стала заполнять полный бак. Я как раз туда доеду. У меня вот этот бензин закончится. Я заправлю весь бак по 2,45. Реально там, реально там. Вот, реально там дым стоит. Там просто стоит дым. Теперь снова поднимаемся. Опускались, опускались. Теперь снова поднимаемся. 6%. Вот эти красивые холмы, конечно. У меня есть любимый художник. Я никак не запомню эту фамилию. Как же его зовут? Эрл? Эрл. Фамилию не помню. Вот он рисовал вот эти вот пейзажи, вот такие холмы. И все под заходящими, либо под восходящими лучами солнца. У него все в тенях. Для чего красивые картины какие-то фантастические. Видимо, он жил в Калифорнии. Потому что я когда к Наташе приехала, и мы когда поднялись к ней смотреть на га, я увидела четко ту картину, которую он нарисовал. Коровки и одни такие глины и тени. Эти желтые холмы. Да, спускаться еще и спускаться. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 75 миль в час. 80 миль. Надо добавить скорость чуть-чуть. Надо добавить чуть-чуть скорость. Пищемся, не пищемся, не пищемся. Вау. Вот они, эти холмы. Вот эти вот маленькие пустыки, кругленькие, как на картинах у этого художника. Вот просто точно его. Все надо добавить еще заходящие лучи солнца. И коровушек. Да хватит тебе велигать. Велигать. Все равно красиво. Даже вот все такое затуманено. Все в дымке. Все равно, как красиво. Как я люблю вот эти вот холмы калифорнийские. Обожаю. Эрвин. Эрвин. Кстати, его имя Эрвин художник. Эрвин. Кто скажет фамилию? Эрвин. 75-й час. Вот просто, вот просто с его картинкой. Они стоят живы. Эти редкие маленькие зеленые такие пустыки. Или деревца. Деревцы. Вот эти холмы и тень. Да, наверное, все-таки это еще дымок. Где-то еще что-то дымится. Я такого никогда не видела, сколько раз было в калифорнике. Я такого никогда не видела, чтобы небо было серым. Вот это как же красиво. Просто небы обалденные. Вот эта форма вот этих сопок. Особенно, когда на них падает солнце. Это вообще фантастика какая-то. Вот берегистили сон. Вот горы, поросшие леса, насколько красиво. Вот эти вот горы и холмы покрыты желтой высохшей тропой. Тоже по-своему просто изумительные. Это уже, скорее всего, похоже на лунный пейзаж. Поверхность линяная. Опять спускаемся, спускаемся, спускаемся. У меня 85 в час, это 130 километров. Как будто в какой-то сказке, в каком-то фантастическом фильме еду, честно. Вот с этими вот, с этой бинкой, вот эти вот шикарные горы. 145 километров в час. 155 километров в час. Нужно не раздрусить Красиво, красиво 80 Тихонечка 75 Просто фантастика Лучше заложено Я не могу выключить камеру Я полнею просто от того, что вижу Просто полнею от того, что вижу И это нечто 65, у меня 80 Ладно, надо скинуть до 70 лет Зачем идет В среду Нужно Тихонечка Вдох 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 Впереди что-то живое, гляньте какое чудо, это же просто чудо. Город она одна, она джентрил. Думали, вкусненький город, что-то пустыня. Какая фушина такая. Хорошо, 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 я тебе уступаю, пожалуйста. О, 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 ну да, я тебя буду ждать пока ты разгонишься вдоль дороги. По обочинам цветы растут, чёртые. И коровушки, вот они, вот они мои лапушки. Вот кого мне не хватало в этой сказке. Ну что, разгоняемся сюда. Чувствую себя фантастическо в какой-то мере. Ого, 90. Ого, что-то я. Ну все 90, я 90, чушь. По такой дороге ездить меньше, чем 90, ну даже смешно. 145 мм в час. 145 км в час. Ну как можно ездить медленно, скажите, пожалуйста. Абсолютно густая трасса, я одна. Я просто одна во вселенной. Все, горы закончились. Все, горы закончились. Леди трак, стоп. Опять любовь. Любовь. Рядом пайлот, а я на любви. Как всегда на любви. Заходящее солнце. И завтра я уже буду у Наташи. Где-то после обеда, наверное. Красота. Красота. Солнце, вот это да. Вот это я понимаю. Я такого никогда не видела. Вот такой красный шар. Итак, я приехала к Наташе на ранчо. Ехала по горам. Хотела остаться, заночевать на трак-стопе. А потом смотрю, мне 55 минут всего лишь ехать. Сейчас всего лишь 7.14. И уже так темно. Я была уверена, что будет еще светло. О теме не надо. Я забыла взять наушники в машине. Не знаю, ли этот свет включается на улице. Короче, надо залезть взять мои наушники. Кое-что еще я забыла. Пойдем-ка возьмем. Ксюша, мне надо взять. Ксюша, мне надо взять. Продолжаем.